всем добрый вечер дорогие любители киберспорта и просто интересных боев мы заканчиваем сегодня групповой этап межкланового чемпионата под номером 11 великолепным боем но не последним но все же бой будет за первое место в своей группе и шанс попасть на более слабого соперника в этапе плей-офф пингвины против перцев эта группа под номером 2 но комментировать этот великолепный бой буду я сотников ваня мой напарник кирилл 132 за картинку отвечает как всегда про игорь привет ваня привет зрители да в общем то посмотрим два формата и он как бы один но его два на light и light правда первое это нас будет на радарите 2 на борде ваня прикинь мы борду синим посмотрим вот интересные две карты как по нашему мнению 42 процента за перцев 58 за пингвинов вот снимая тоже для себя хоть что-то новое открыл вот в общем то ну я наверно с игроками согласен пингвины смотрятся лучше в этом турнире чем перцы ну как минимум в лайте вот так что и да и в принципе в хороворе моему мнению в любом случае два самых перспективных клана на межклановом чемпионате вообще в т.о. как по скиллу так и по количеством времени которое они уделяют на тренировки и соответственно это возможно кто-то из них будет будущим чемпионами покатается в краске чемпион в золоте будут они причем почти целый год да не почти ну да почти и кстати пингвин это в этом сезоне выиграли mods выиграли аналог межкланова чемпионата английской версии неплохо себя показали в тофе цп и в тофе dream team и вот теперь нацелены на межкланова чемпионат собственно ты можешь сказать но перцы у нас тоже знаешь не яблочки они выиграли тоже у нас какой же там 1 вроде бы да сезон господи как же это турнир на точно мастер за сорт получили они красочку импульс правда потом скал пингвины одолели состав у них неплохой как и был в то время как и сейчас в принципе поэтому все шансы у них естественно выиграть красочку чемпион двадцати пяти процентный модуль от всего тоже присутствует вот посмотрим мы два лайта как я и говорил слава богу на разных картах это не понравилось у меня порта это одна из моих любимых карт в принципе в киберспорте к кунгур вот так что с ним будет весело и не только сейчас на 2100 у нас тоже есть интересный матч там уже он более красочный и яркий отважные питоны против next of они будут решать кто же все-таки выйдет если next и выигрывают то насколько я понял у них будет одинаковое количество очков там уже будут по-другому решаться но отважные питоны в принципе могут сейчас выиграть или ничья допустим их устроит они выходят из группы вместе кем только что смотрел забыл это если про отважных питонов в любом случае две сегодняшние игры носят характер в какой-то степени решающих для одних решается не самые серьезные задачи серьезные задачи они уже решили они вышли из группы для других однозначно решается судьба будет ли они кататься в гладиаторах или же они проделали этот весь путь к мешканому чемпионату зря в любом случае будет два боя будут великолепные два боя мы с вами посмотрим я надеюсь что начнется первый бой для нас уже совсем скоро как только пингвины будут готовы к этому если так посмотреть на форматы карты я бы сказал что рыдали все таки карта перцев а вот борда карты уже пингвинов и тут получается кто лучше реализует свою карту тот и победит к тому же надо же тоже понимать что первый тобой проходил у нас насколько я помню в тяжелых форматах если все верно помню это даже можно проверить сейчас заходить да кстати знаешь нет не просто кататься медиум и хард да то есть был медиум и хард первом бою и там ребята вышли с ничейным результатом 2-2 а тут же у нас будет два лайт и лайт от перцев и пингвинов друг с другом мы еще не видели объективно это будет очень интересно мне прям хочется наконец-таки посмотреть у дизи кстати действительно так эпично выглядит красная рельса мне даже на больше чем черное нравится меня кстати впервые что радует из мелочей мешкан на чемпионате это то что мы посмотрим не какой-нибудь там хард ctf который мы уже несколько раз смотрели цп либо хрвр на этом же радарте а это лайт лайт который мы видим не часто и которые довольно таки интересные со своей смакой с викингами тыловыми заходами с броней в общем-то тем более нужно будет пасли за смоководами обеих команд я так понимаю у пингвинов это годик принципе он всегда отыграл на смоке ну и у перцев у перцев у перцев кто не будет играть на смоке кто у перцев смоковод 1 2 3 выходи возле трус я не знаю реально реально не знаю вообще насколько я помню а у пингвинов это игрок перцев игрок перцев да ладно а у пингвинов точно смоковод адвайз адвайз точно я помню много тренировался на смоке было дело но а у пингвинов это точно я вижу это неладное какое-то на карте у меня происходит 2 кстати у него смока xd блин жалко в моем время то у нас нету а долго не у нас все есть это наш оператор просто я не услышал вот я так понимаю 300 до у нас рестарта мы сейчас будем уже начинать это великолепное противостояние у меня прям очень хочется посмотреть очень хочется прокомментировать я обоим кланам симпатизирую и надеюсь будет хороша игра я был бы не прочь чтобы оба чтобы и те и те выиграли межклановый чемпионат с две команды разделяем первое место почему нет действительно почему нет чуть-чуть нет ты представляешь пингвины против перцев это противостояние прям в гранд финал мч можно спокойно туда его кидать я уверен что мы сразу проведем чем мы этот зачем этот плей офф вот сразу давай все гранд финал меня звание стриб там я думаю сына же eternity advance будет против да мы среди них тоже проведем гранд финал чтобы нет придется два гранд финала проводить ну так а потом грандиознейший финал проведем среди победителей двух гранд финалов нормально все хорошо в общем-то рестарты у нас произошли да все верно gothic за си gothic за перцев прости gothic я не знал теперь я знаю пингвины за красных как мы знаем как мы знаем что красная база чуточку сильнее чуть-чуть прям на чуть-чуть играют кланы которые уже выигрывали мастер of the sport по одному разу сильнейшие кланы во многом на рельсе поэтому я думаю что им все равно за какую базу на какой кальций играть и знаешь если мы сейчас все-таки посмотрим что допустим выиграют пингвин за красных потом выиграют перцы за красных то я все-таки возьму свои слова обратно и скажу что красная база сильнее снова ну да нет почему тут все может быть я не спорю что красная база действительно за нее легче дейфить но за синих то легче атаковать во многом ну то есть за синих тяжело задейфить и это значит тебя должны вынуждать ехать вперед в атаку постоянно давить а там как на горе сидит чингисхан и пытается дать отпор своим врагам ну перец перец засел на дереве будет пытаться настрелять пингвином остается у нас кстати 30 секунд ребята готовы составчики правда я не вижу какие у нас будут играть старшек нас пингвины пишут овчат дроп где ой-ой-ой-ой-ой-ой чуть не сказал final stage этим занимается красавчик принципе так и надо пожелали друг другу удачи 12 секунд состав у нас есть представлю а пингвинов за пингвинов будет отыграть final stage шерлок ггвп адвайс ассертив и точный стрелок за перцы будет играть финал стейдж шерлок ггвп адвайс ассертив точно стрелок а за перцев будет модес афэнсив готик форс пепперс контрол и твист два замечательного состава кстати модес и пепперс контрол слэш склерозник будет отыграть на викингах а готик на смоке как мы и сказали адвайс на смоке за пингвинов шерлок и ггвп на викингах кстати ггвп уже штурмует лес на викинге в дашке это неплохо то штурмует там афэнсив добил модеста в итоге ггвп здесь окончательно закрепился тут правда есть еще форс на нейтре но он его спокойненько в принципе разберет и будет дать что-то отвлекать весь народ ассертив заходит с под моста правда на нейтре он уже на одну рельсу там его пепперс контрол контролит все хорошо все верно кстати промах заберет успеет до забрать дашку все-таки ассертив и попытаться тут что-то сделать не избивает трогать смотри на вражеском флагштоке вертуху не попадает на уходит на центр но ддш на 2 разобраться в ситуации ничего не позволило сделать я так понимаю дэш кстати уходит на соточку спокойненько правда отлично добиваться точный стрелок справа 300 но отлично риса от модеста также отправляет на респе флагоносца там есть и дашный шерлок но некому помочь 2 сыграет на тройке ну и в принципе возврата осуществил модест но была кстати попытка неплохая увоза у меня вопросы к пепперс контролу не забрал дашку в лесу она лежит там уже 30 секунд непонятно почему он поехал именно за дд сначала но проконтролировал и хорошо другое дело что дашку надо тоже забрать и а шерлок заходит на данную вражескую базу но к сожалению он один и смака я думаю в исполнении готика не даст увести флаг хотя там есть фанал стейдж который может сейчас попасть но есть еще два сбитая рельса нет не сбитая рельса нужно добиваться какая сбита от модеста была по ггвп не дал он забрать тому дашку и отобрал сам в итоге на дропе будет пытаться заходить не попал по ассельсиву но тот хорошо сбил ну и оффенсив тоже не попадает по ассельсиву вторая сбитая рельса от этого парня разбирается в одиночку с двумя игроками перцев в лесу браво ассельсив шерлок на каналах также неплохо справляется не дает перцам заходить в атаку но и ггвп снова танкует правда танкует он на готика наверное не лучшая цель наверное думает про себя какого черта смака в лесу то оказалось но он кстати на дашке может да он прижмется к стеночке котик не сбивается и он тут снова закрепится ненадолго правда получать рельсу одну сбива не не сбивает по аффенсиву почти что модуста заберет естественно но и нужно пробовать атаковать форс на пару с твистом выдвигается справа но пока что таких прямо массивных заходов не было от final stage заходит на нем никто не знает годик отвлечен на центр есть лишь пепперс контрол который видит не попадается файл встречу ходит на сотку нужно встречать срочно там есть 300 добивают дт что вы это будет видимо доставочка даже попытка доставки шерлок уже на подхвате не успеет можно тут зайти это первая доставка бою я же испугался первая доставка от пингвинов красавчики 1-0 у вас в соло final stage по соточке флажочек даже еще до бешку попытается забрать не получилось потеряли потеряли перцы канал и в итоге дали зайти целому васпику на нейтре оставили бедного пепперс контролла на да дд в дефе казалось бы но ничего не успел сделать тяжелые викинги в итоге первая доставка отличный заход от капитана команды пингвинов и вот первый увезенный флаг уже за ними пока потерянными выглядят перцы обрати внимание на дуэт и двойцы и ггвп как они зашли в лес и двойцы отлично добивают рельсы ггвп хорошо добивает абсолютно всех правда сейчас тут ассертиф как же ассертиф отыгрывает он кидает 1 рельс той форсы в полу минус 2 добивает своего противника под мостом реально сумасшедший васпик какой-то в этой игре по крайней мере поначалу и ггвп снова отжимает дашку в лесу мало того что он танкует на своей дашку он заходит теперь на базу противника на вражеской и все перцы просто зажимаются в дефе они не могут разжаться уже какую минуту пепперс контролл дд забирает необязательную мог у нас стоять и под харька и наверное должен был это делать шерлок смотрит снова на дашку будет ехать вот так ему нужен срочный двайс и двайс который отыгрывает ли справа в лесу но ему нужен в центре в центре там еще с офенсив забивать рельсу по шерлоку и в итоге тут попытается его переиграть но нет шерлок играется очень уверенно по промаха кстати и отлично заход шерлок на дашкин там есть готик это единственная проблема без резиста викинга сейчас заберут но есть ассортив снова снова есть отлично почти что сбивает рельсу по контролу но тот на дашки пытается отыгрывать с центра нужно таком нужно атака для перцев но я не вижу это так я вижу заходы справа да туда заходят допустим форс и твист периодически занимаясь отстрелом ариспов слева правда проигрывает у нас перца дроп нужно бы забрать д д который лежит на площади но там и 2 съесть это уже проблема как минимум для перца нас точно увозит он уходит на канал его встречает ггвп целый на да не три и отличная скидка из капитана команды он будет просто увозить флаг это уже не оставляется которая приехал ударился говорит все забирай я поехал вперед это нормальные скидки кланов которые хотят выиграть межкланов чемпионат и отличная доставка снова перцы теряют каналы они туда едут они делают вид что вот офенсов снова сделал вид что он отжал канал туда едет по преск контрол туда едет еще один игрок неважно какой твистом год но они проигрывают микро дуэли и в итоге проигрывают свой дэв самое главное не отдают дэшки на каналах отдают накачки отдают и в итоге у них остается одна на флаге в лесу спорта справа дашка там один final stage выдвигается туда моды а дашки уже знает как гвп отлично final stage выдает дамаг но есть леса от форса по молодости нужно одну отличный фокус от пингвинов снова по игрокам перцев и в итоге очередная броня модестом не забрано то есть гвп приезжает забирать до ашку противников в итоге его добиваются падает его дроп он спокойненько едет пока его тиммейты сливают всю атаку справа в лесу ну это фокус реально кланов пейперс контрол конечно хотел поехать за гвп но он очевидно по вспомнил про свою дашку остался и будет ее забирать но не тра уже спадает скорее всего он снова поедет на каналы на канал кстати не вдруг но там адвайс ддшный остановись смени траекторию хотел бы я ему сказать но адвайс вот уже пепперс контрол разбирают но тут просто пепперс контрол выступает как танк он танкует много урона адвайс переворачивает форса великолепной смокой добивает пепперс контрол и в соло просто разобрался на каналах и модест отчаянно от него попытка задоминировать в лесу ну вот готик может что-то да придумать нужно пробовать заходить отлично резать шерлока добивает он ддшного оффенсива заходит на пустую базу всего лишь один там форс но правда пепперс контрол появился и оффенсив как-то я поспешил немножко с выводами но его тут заберут заберут очень быстро уехал куда-то адвайс а ггвп снова забрал ддшку на пятерке и модуста что делать модуста к нему едет ддш на ггвп а дальше приближается адвайс на смоке и падает дашка в очередной раз у пепперсов и тут конечно модуста в неком недоумении как ему остановить как а сквозная от ггвп троих разбирать финал стэнч снова на нетре заходит на базу сквозная уже от модуста убивать своего и врага и увозит успеть ли нет не попадает ггвп оффенсив а так могло бы быть очень опасно сейчас кстати падает броня снова в лесу основной пятерки туда выдвигается фанал стыч нету викинга который мог бы забрать один широк но на одну рельсу и некому забрать справа тдашку из перца туда приехал только форс ну и в итоге снова ребята из пингвинов не отдали свой дроп справа и у них кстати получается играть шерлок добивает готика смоковода есть пепперс контрол на кемперке ему отлично сбивает рельсу но правда на дд не попадает туда шерлок и сейчас могут быть проблемы проблемы но у нас полторы минуты остается нужно привести два флага ребятам из перцев но с таким напрягом на их базе когда заходит ггвп адвайс на пару с леса с пятерки и файл стрич появляется из ниоткуда просто на нетре и увозит флаг они в растерянности не понимают что делать это как минимум они потеряны абсолютно ггвп на нетре заходит через пятерку через мост будет увозить он на канал его там будет встречать уже дашный шерлок форс единственный кто может что-то противопоставить этому всему вообще он не занимается тем чем надо если он что-то сделает будет доставка это будет 3 0 точка наверное в этом раунде и какая сквозная там даже не сквозная там двери прилетела точно стрелка и финал стейджа на водокачку по перцам нет перцы безумно потеряно смотрятся то даже дело не в базе они не могут микро дуэли выиграть пингвина так они банально не могут атаковать они максимум как это заходили это заходили они на каналы стояли но не было атаки стройки заходил один раз модес это на возврат флаг и все в принципе дроп как пингвины отжимали перцы этого не делали пингвины контроля очень хорошо свою дашку справа а вот в отличие от пингвинов модест первый раз я постоянно только что забрал ну слушай первый раунд 30 за красную базу правда сейчас у ребят из перцев есть еще один шанс вот это вот 2210 от ггвп на викинге которые ходил отжимал дроп в лесу он играл на пару со смокой то есть этот дуэт этот тандем он очень хорошо смотрелся на пятерке вот туда кто только не при туда и смока приезжал туда приезжал и офенсив твистом даже побывал но почему-то никто ничего не мог сделать я не понимаю почему перцы нет ну точнее нет я в какой-то степени понимаю даже ну просто банально проигрывали по личному скилу в этом раунде они успевали атаковать они не успевали атаковать потому что заходили два не подожди заходил викинг заходила смока они отвлекались на викинга смогу заходил final stage наводил шум на базе даже один раз у вас флаг и они пока опоминались от этого уже следующий дроп появился и снова викинг забрал снова приезжает то есть в основном они были наверное сосредоточены налево потому что в каналах как мы с тобой говорили то есть через канал ввозили флаг через канал этом забирали дроп вот так что им нужно было смотреть за каналами проблем это еще было в том что они все дэшка в центре карты отдавали они реально контроле дроп и забирали только на своей кимпе и только свою талаву дашку это два дропа которые они забирали постоянно больше дропа они не забирали вообще и конечно таких условиях не зайдешь в атаку но это просто невозможно когда тебя постоянно давят на дропе ты едешь в атаку на викинга у тебя в центре уже ддш на смока стоит ждет тебя и ты понимаешь что все очень плохо и просто пингвины оказались в этом раунде сильнее я надеюсь что перцы сейчас проснуться считаю что со второго места никакого желания у перцев выходить нет со второго места можно попасть на сэнерджи можно попасть на этэрнити которые играют с форсами я конечно верю форсов думаю что этэрнити выиграют и можно вудси то ладно но вот этэрнити сэнерджи не хотелось бы начинать с одной четвертой будем смотреть второй раунд не кстати еще была непонятна ситуация спрепер контролом он был на двойном дропе у ребят забирали в талаву дашку но он предпочел забрать свою да хотя ее забирали уже и в принципе они програли дроп в лесу начало на второго раунда кстати ребята поменялись сторонами теперь у нас перцы за красных пингвины за синих собрались уже по флангам справа вижу четыре игрока слева двое потихоньку они выдвигаются в лес ассортив уже получил рельсу и от модеста даже отправился на респаун остался тут final stage дропа пока что нет коробки скоро будут падать ггвп ждет коробочку своего противника и даже разбудит модеста на рельсу и теперь смотри даже пингвины давят лес потихоньку помаленьку снова промахивается модест получает за это в бочину рельсу и ггвп боже мой 40 секунд первые 40 секунд ггвп уже в атаке подбирает флаг и пытается увозить даже сбита не не сбита рельса по форсу но попытка попытка увоза уже нам присутствует также тот заехал ассортив сквозной рельсой по аффенсиву и готику нанес дамаг и будет тут троллить своих противников у нее не было контроль смотри поехал надо уже биты на пол столба и адвайс на центре разбирается с форсом очень легко в свою очередь в центре из-под моста зашло два танка веберс контроль понимает куда я уеду если у меня сейчас уже увозят флаг ггвп дд нитра просто разобрался на пятерке падает еще и дождь в лесу у перцев которые они никак не контролят абсолютно в неизвестности оказался полнейшего не понял что ему делать потерялся двадцать умерших из леса это будет первая доставка от пингвинов камон что это просто это такой провал господи это развод просто века от пингвинов вы видел как как зашел ассортив он зашел о нем все абсолютно все знали он сразу себя спалил когда выдала сквозную рельсу но готик был занят своим делом но правда на него там смотрел кто-то из офенси вроде бы из деферов на васпе вот я знаю попис контрол я видел был внизу но все были почему-то отвлечены на центр на канал то есть ассортив зашел такой о привет final stage поехали-ка за флагом за флагом забрали флаг просто увезли на тройку и в лес встретили его там гвп еще вроде кто то есть я вообще не могу понять как они так за дефами смотрят перцы это был я же говорю гениальный развод от пингвинов там с каналов зашел шерлок он обосновался на кимпе все перцы смотрели именно туда а следствие зашло два игрока два хорька смока и просто увезли на ггвп который превосходно на пятерке отконтролировал д дешку на нетре забрали 2 да у перцев в очередной раз неладный у них с контролем именно крайних дашек потому что папа с контролем своего контроля самое главное что папа с контролем оказался полностью отрезан от всего и не понимал что ему делать на карте вот снова забрал двойной дроп и снова 20 шерлок выезжают на него папа с контролем летает просто по карте не дают ему жить на этом дропе и ассортив снова выдвигается на дроп ггвп превосходно контролирует его он снова забирает дд не тронет ггвп на дропе посмотрим как он будет жить расстрельса да не попал сейчас будет сквозна я почему-то думал что мне помогает ассортив на страже своего убивает модеста там скоро дашка будет ассортив то уже за ней едет не попадает под твисту ну форса оставляет под модест двойную защиту слишком много внимания было под ггвп и в итоге наверное мы возглазили че кстати модест забрал наконец-то свой дроп в лесу это не трайда заходом с под моста на пару с готиком который дд-шный сканал с водокачки на пустой базе почти что вертуха прошла но он забрал еще противников дашку противников добивать шерлока в дефе всего лишь ассортив и адвайз на одну рельсу но появляется отличное рельсо сливает точного стрелка и уходит на канал и вертуха снова не проходит от модеста есть ггвп который выдает одну надо еще выдать две по моде что не прилетает форс отлично бодиблочил ггвп это доставка 1 пингвин от персов это матч 11 что-то не делают ну и неплохо модес все-таки завод забрал первый свой дроп в лесу форс пытается возить нет возврат модес забрал первый свой дроп в лесу и наконец-таки воспользовался и реализовал плохо но все из-за того что ггвп не попал вроде говоря если бы там ггвп с ддшки пропадал он с дд был я видел его только на броне на да когда он заходил нет на дд на дд не третий вот этот последний захват в лес на откуда-то сдашку вот если бы он убивал твиста и дальше ассортив ему помогал то снова будут проблемы у персов ну повезло во многом твист хорошо отыграл а ггвп не доиграл момент отжатие леса смотри какой и перцы снова зажат и вот на этом пятачке но есть паприс контрол на двойном дропе сейчас будет снова летать я надеюсь ему не дадут доехать хотя бы до центра больше чем всплываю хп значит первый рельс сейчас будут по нему лететь сцену в центр нормальное решение правильное решение про спрыгивать начнем уже бьет и сбивает еще есть ггвп ддш на леса прошла все хорошо ну и 2 будет добирать викинга падает броня на пятерке там есть форс и готик которые не знают ну и модус модус то повезло с респауном он забирает броню также он забирает амни тру и очередная атака готовится для перцев но есть там точно стрелок на дд-шки который у него пропадает модус снова заход готик опять же на дд-шки будут отыгрывать водокачки есть адвайс который не даст моду что ввести все таки заход в соло я думаю что ничем не должен уменьшаться готик вот поздновато надо было все таки я думаю ехать с модус там какой смысл сейчас было их но вот серьезный вот если так подумать да он создаст там шума понапрягает дэв я не спорю но какой был бы импакт если бы он заехал с листом дальше не выслал есть у кгвп кстати зайти ой-ой-ой-ой сколько там рельс было только что по точному стрелку и фанал стейдж но уходит кгвп потихоньку правда уходит на 300 на промахи промахи от перцев уход ггвп на тройку на ноль хп нужно лишь всего лишь одна смака но твист не успеет ассердив подходить твист на возврате сколько было только что промаха по флагоносцу а не перцы до перцы явно не доигрывает эту игру модульс только за счет своих личных качеств и сумел вывести и чуки атакерский вот снова он гейт вперед троллит базу противника ггвп основу лесу вот ггвп мне очень нравится как отыгрывает вот она от него ошибка была в основном безупречно отыгрывать свою позицию а также кстати адвайс на смоке вот годика допустим я не замечаю вообще он и поведясь на карте вроде еда в пятерке играет вот наконец-то он поехал на позицию половину для смоки в принципе 50 на 50 смока может играть в принципе так что адвайс на смоке отыгрывал в первом раунде отлично во втором раунде тоже идеально то есть сейчас он играет правда не так как в первом на сливается надо движки целый вот пепперс контрола туда берут быстренько готика не вижу а адвайс очень часто показывает себя везде абсолютно везде на любой точке карты я пришел снова готовится когда я хочу сказать потом скажу по поводу пепперс контрол а пока действительно так и готовится адвайс правда на страже своего флага сбивает прицел модес то покатал немного на себе но модес какую вертуху выдает это будет попытка увоза все перцы в атаке все шесть человек увозят флаг финал стейдж будет пытаться блокировать он блокирует своим телом этого модес то чтобы не убить слез и фокус фокус от пингвинов летит адвайс может вернуть шерлок есть еще готик на подхвате убивают одного за другого танки шерлок возвращает офенсив вообще в минусе на дашке оказался в этом всем экшене интересен сиф отдыхает нормально все все хорошо но кстати там могли сквозное рельсо добить двух викингов очень хорошо и очень быстро правда не повезло немножко пытался только что заходите 2 с отличной рельсой офенсив отправила на респаун ждут ребята очередного дроба модес к слову зашел в тыл им на пару с форсом будут они сейчас там отыгрывать правда уже игроки пингвинов о них знают отличная рельса от форса с вертухи по стердиву эдвайса добивает все-таки модес не успел выдать одну смоку ну и ждем мы ждем коробки остается у нас минута 15 файл встреч пытается уходить есть последний дроп у перцев у перцев для я так понимаю пепперс контрола он будет забирать это броня dd в принципе стандартные коробочки для этого парня правда есть ггвп это единственная проблема проблему эту устранили правда пепперс уже остался вообще не остался остался он на респе есть также два датышных игрока это широк и файл встреч они хорошо отыгрывают не избивать готика прицел шерлоку и тот до сих пор сидит на тройке будет именно оттуда отстреливать всех игроков правда сейчас 40 секунд шерлока добивает модес остается целый на дэшке на дашке и будет на нейтре еще заходить в атаку секунд только надо адвайсы убить адвайсы кинул в минус твиста в итоге адвайс против модес то не попадает модес по смоководу и теперь-то все только в руках модес то но 15 секунд и ггвп там еще на дашке они просто закроют флаг своими телами не дадут подхватить модес все-таки прорывается сквозь пингвинов берет флажок но уже никуда ты не уйдешь там все пингвины просто стреляют и по своим по чужим этот раунд заканчивается 11 и в итоге в матче у нас 1-0 пингвины после рода алерта ведут счете теперь будет барда формате лайф совсем скоро а по поводу пеприс контрола он же тоже неплохо контролировал дроп причем в двух раундах он действительно хорошо играл по позиции у меня только вопрос к нему траекторию которую он выбирал она оставляет желать лучшего он ехал прямиком по открытым каналом где его по факту убивали ну почти вот моментально его действительно контролили и отправляли на респ он же мог наверно как-то по-другому играть в этом плане и реализовывать дроп мог но он видимо не думал знаешь он забирал дроп такой как на кимпе да то есть она простреливается отовсюду он забирал там допустим дашка ему уже при этом дали две рельсы он в растерянности отыгрывал где-то с центров с канала ой с центра с каналов вот и не на куда себе деть где себя хорошо показать но и в итоге выбирал каналы может быть пытался заходить в атаку в одиночку или вдвоем там с кем-то своим тиммейтом не получалось у него это сделать все ждем и ссылочку когда у ее так быстро просто опять же тяжело было ему я согласен что ему было тяжело но я считаю что мог бы он заходить не с ни один а ждать своих тиммейт под каких-то ну или это была ошибка тиммейта потому что пеперс контролу претензий от перцев быть должно крайне мало так как дропинг собирал реально отлично весь дроп который собирали перцы в первом раунде это был дроп пеперс контрола так что в этом плане действительно хорош но проблем как говорится вот дал карта борда карта борда начинает за красных а пингвинов за синих опять же я буду обращать внимание на смоководов где-нибудь отыгрывать я люблю когда у нас смока играют с бровки на пару с вас пиком или с харьком и отжимаются респы потихоньку когда заходят уже с малого моста их тиммейты плюс у нас есть дроп слева это две дашки дэшка и нитра ну нитра это такое вот особенно дд эту на малом мосту если контролить допустим смоководу который будет справа играть да от пингвинов то он может очень хорошо закрепиться на желтом доме либо внизу и контролить абсолютно всю правую часть карты при этом страдать деф у красных будет тоже очень сильно поэтому если едва сейчас снова себя покажет как в первом раунде за точнее в первом раунде на карте дали то у пингвинов есть абсолютно все шансы выиграть вот в чатике всем привет надо передать потому что я вижу очень много перцев очень много пингвинов мариша тебе привет нет россии тоже передаю тебе привет огромный всем привет всех мы рады видеть и самое главное вы поддерживаете свои любимые коллективы это очень важно я бы хотел посмотреть караску болельщика пингвинов это было бы четко прикинь пингвин на танке было бы четко было бы интересно как минимум а сколько насмотрел 300 зрителей насмотрела я надеюсь что еще придут почему нет ну конечно придут на 21 же есть на 21 не менее интересный бой там будет решаться судьба пингвинов или next 2 клана новых 2 клана без какой-либо истории ну адекватной 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 хорошо без тушения змей и все остальное без удалов что ли ну ладно поэтому там путь тоже будет безумно классный безумно скилловый но все-таки надо выяснить кто же сильнее победителя первого мастера в засворда и второго нет или второго второго да мастера в засворда уже три мастера в засворда было три да второго победитель второго мастера в засворда перца или победитель третьего мастера в засворда пингвинов правда интересно ведь а еще было бы круто если бы два формата было бы хоровары ну я не знаю да у меня не лагает у меня все нормально правда этап висит ну ладно а чё вы донатики почему не собираем смотри там мы есть в общем поддержать стрим то в общем возле смайлика такой доллар на весу нажимаешь и жмякаешь и поддерживаешь наш канал да да вот или ты можешь стать спонсором и у тебя будут вот такие вот смайлики так в чате смайлики за перцев за пингвинов за интернешнл кто там еще за синерджи я помню и еще пару смайликов вон если меня дима услышит он скинет все доступные смайлики для спонсоров канала а так ну у меня до сих пор тап висит я надеюсь что это это я второй аристалл а все хорошо а нет вот смотри как они могут отыграть я думаю что кгвп будет от деф кататься мне он так безумно понравился как их гаунер удалить именно от своей позиции от контроля дропа прям вах как круто как круто было уах и а еще я надеюсь что и пеппер с контролла хотела бы увидеть от дефа я потому что он тоже отлично контролил дроп и в яме пеппер с контролл я думаю справится отлично другой вопрос модеста сумеет ли так же хорошо отконтролить дроп на борде как он его в первом раунде не контролил на рэдалите но во втором раунде если бы не модеста то атаку перцев бы совсем не было я хочу посмотреть именно за модестом который будет играть видимо слева и контролить броню на дэни труп окей будем смотреть в общем потому что мне безумно радует что пингвины они записывают дроп в чат и стараются действительно его контролить и надо сказать что на рэдалерте они почти весь дроп забирали то есть то что они пишут в чат это тео свои плоды возможно возможно конечно нет но все же это свидетельствует о том что у клана очень хорошая дисциплина короче давайте хорошую бордуна вылетим лучше два раунда чтоб смачно закончить групповой этап ну потом конечно будет не менее смачно групповое окончание от некстов и отважных питонов но вот этот матч хочется чтоб был просто вышкой прям сейчас вот давай кстати вот от смаководов чего ты ждешь на борде я жду хорошей игры из много сбитых рельс вот я хочу посмотреть на эту игру как только я зайду на карту потому что у меня танк вылетает у нас там начала еще нету да уже сейчас будет 7 секунд длитий происходит и представлю я составы перцы peppers control на викинге modus на викинге offensive готик на смаке форс и твист будет отыгрывать от дефа ну а за перцев а за перцев писал за комбинов я вижу ггвп в атаке все-таки на дашкин уже заходит на пару с файл стейджем и ассертивом ну по сути тот же самый стап отличная сбитая рельса от ггвп плюс сквозная по peppers control еще не тру забрал сливает он offensive а там есть всего лишь готик который может ему помешать в принципе он ему и будет мешать сбивает еще рельсу кстати очень хорошая игра от готика антрис будет сейчас видимо отдавать да ддшку под целого игрока под modus возможно адвайс уже справа доминирует адвайс отличная сбитая рельса по оффенсии вот там есть форс немножечко не доглядел но все-таки попытка кстати захода есть от перцев заходит форс целый есть там точно стрелок он его добивается также там лежит аптека и можно попытаться хотя бы на немножко дернуть флаг нет ггвп все играет все делает очень точно и правильно кстати он снова заходит на дашке там есть готик нужно лишь одну рельсу выдать по смоководу чтобы у ггвп был шанс на встречу будет пытаться нет не стал пытаться может на встречу выдавать но он проехал уже в то место где мог это сделать там кстати была в начале обоюдная атака ггвп заходил на базу перцев а вот перцы при поддержке модеста и форса заходили на базу пингвинов там и те и другие отлично справились в дехе это очередной заход от модеста форс шерлока отправляет в ямку на викинге и теперь минус один корпус отлично сквозна от форса прилетает и по ггвп и адвайсу ну и дашка выпадает шерлоку надо ехать но по шерлоку сейчас будет фокус пепельс пепельс возвращать форс форс а сертифан заходят во вторую атаку от пингвинов пытаются контр провести флаг пепельс контроль справляется вроде как финал встреч не успеет подобрать и и тут ничего не выйдет теперь мне почему-то кажется что пингвины немножко потеряясь на карте хотя пустая база сейчас находится у перца туда заход ггвп на не 3 о нем уже знает котик скорее всего информация прошла в конфет твист и офенсив повернули свои башни отлично сбиты леса от офенсива нужно не нужно прыгать вниз нужно ехать на бровку все отлично все а еще и сбивает фэнл стыч по офенсиву рельсу и отлично ггвп уходится не получает дамаг и кстати отлично он увез сколько же слов отлично я сказал то точно стрелок на ддшке там шерлок шерлоку не надо ехать останься останься в дефис задоминирует там полностью этот малый мост какая рельса от точно стрелка попадает он по готику в прострел офенсив получает первое рельсо от шерлока но шерлок должен задыхать я не знаю что должно произойти чтобы дашьный викинг потерял свою позицию и дал проехать хоть одному танку перцев и ггвп уже на не требует доставлять есть контр угос я думаю от адвайса он будет пытаться только по твисту надо попасть попадает а сертифик будет спускаться уже в яму на одну рель но тут две рельсы от пепперс контрола и модеста прилетает и модест модест заходит по соточке ну отлично работает по нему сбивает рельсу final stage есть на дд на да точнее не сбивает ему рельсу пепперс контрол на данном дропе быстренько его разберет двайс хорошо уже не отлично хорошо пусть будут работаются у нас смоководы ой как отли да что ж такое а сертифик модест заходит смыли на пустую базу вместе с готиком будут пытаться не увозить готика убивают отличным фокусом пингвины модест еще будет подбирать флаг скорее всего это может быть опасно но модест один и модест адвайс разбирает адвайс просто отыгрывает на высочайшем уровне смоковода безумно безумно круто он играет не знаю какие эпитеты еще вот какие есть это прям вот адвайс любой эпитет положительный просто слишком много глупых минусов от пингвинов в последнее время ассертив сейчас файл стейдж до этого был еще вроде бы кто-то еще из пингвинов но это что не вспомню и из-за этого они проигрывают бровку левую они полностью проигрывают атакерский фланг повезло что сейчас попали по форсу и форс будет на дашке не целый но как же он сбивает ассертив у него есть аптека еще есть аптека одна рельса прилетает по шеллоку форс будет явно тут троить своих противников точно стрелок на одну остается не прилетает пока рельс убивают отличным фокусом перца этого игрока и в итоге модест на дд не требует заходить по поддержке форса и офенсива в атаку там есть адвайс если адвайс на базе значит все хорошо ботик ддш ботик ддш он забрал ддшку с ямы модест должен увозить в этой ситуации флака но пока не получается офенсив пытается кстати увезти отлично сливать первого второго отлично они рельсы свои распределяют по игрокам клана перца и уходит офенсив то почти что поднялся уже на площадь тут встречает его модест на дашке и пытается увозить при этом отстреливаясь на сотку так же там есть финал стейджа какая по твисту переигрывает он того финал стейджа просто нас прыгает вниз там его встретит шелл и ггвп танкует на нитре пытается что-то противопоставить модесту модест чхал на ггвп но да дд убивает одного и шеллок на дашке уже будет подниматься сбитая рельса по офенсиву с вертушки форс остается еще на одну рельсу а с этим не сумел переиграть модеста и оба флага в принципе находятся в таком более-менее комфортном положении хотя модеса надо еще сделать небольшой шажок назад да модеса еще нужно бы заменить потому что он на одну рельсу очень хорошую и удачную рельсу поэтому срочно нужно кого-то срочно нужно викинга или харька какого-то который может сейчас подменить шеллок это будет делать готик смоковод будет стоять с флагом как на синей базе стоит шеллок с флажком и ггвп сменил все хорошо все отлично дроп дроп у нас падает справа это дд и да который будет забирать видимо шеллок именно викинг будет они едва не сбивать рельсу по офенсиву но я надеюсь ему помогут в этом деле снова нету сбитой рельсы но ой у шеллока абсолютно все забрали благо он сквозную рельсу выдал по модесту и аф и по кому же еще а следствие забрал мало того что забрал дашку не дало забрать ее перцем он еще забрал аптеку и теперь на ада дд поехал по малому мосту правда получалось сразу две рельсы уходят назад три ддшки кстати были за пингвинами точно стрелок также на дд и еще есть ггвп на дашке полиспан могут быть проблемы у перца потому что они ну немного доприжимаются к своей базе отдав дроп ггвп очень хорошо отыгрывает с флагшток этот дашный викинг много проблем до доставляет перцем но готик вот готик решил ситуацию в свою пользу модес на да не требует влетать на вражеские размены пытаться возвращать против пяти танков отличный фокус уже летит от перцев точно стрелок на одну рельсу один ггвп против пяти перцев просто остается модес перелетает ггвп будет его пихать на готика готик или ггвп убивает модес убивает твист ддшный бам сквозную еще пепперс контрол улетает тоже убивает а сертиф кстати убил фрагоносца перцев господи что происходит еще бы одну рельсу нет не прилетает мгновение просто и не стало их то было человек пять или вообще вся команда у них там была раз так вот по щелчку пальца их вообще не стало приехал туда готик на своей смоке плюс модес на дваном дропе и в итоге почти что ребята из перца вернули флаг тем более приехал даже флагоносец на свою базу на красную базу теперь тут будет стоять форс но но вас по нельзя оставлять на базе так как сейчас может приехать ассёртив да который был только что там на нитре к слову снова на нитре и попытаться что-то сделать также нужно разбираться с готиком целым который сейчас проблемой был бы проблемой если бы не точный стрелок падает дроп твист снова на дд попытаться дать сквозную рельсу но добивает заранее и в итоге рельса проходят только по ггвп сливает даже успевает слить у нас сёртива ну на дд будучи на одну рельсу отыграть на базе противников это очень хорошо но у нас секундомер секундомер таймер показал 0-0 и у нас счет 1-1 прикольненько у нас получается решающий раун сейчас будет четвертый второй на борде счет у нас по-прежнему кстати 1-0 пингвины ведут интересная борьба особенно в этом раунде именно на борде безумно крутой раунд вышел и я думаю что откровенно говоря перс уже вернут флаг они действительно в 5 танков заходили на базу пингвинов там я не знаю каким чудом ггвп сумел выжить он надо его похвалить потому что он не открылся под до готика если бы в том моменте он показал хоть свой кончик викинга готик бы ему напихал так что он бы обалдел как и весь состав пингвинов потому что персов в ту же секунду поставили бы флаг там готик просто не мог попадать по ггвп до самого последнего конца ну он позже приехал он встал в угол то есть по нему ггвп не попал и там вроде бы файл стэч его отправил на респ в итоге спас флагоносца и модеста быстренько добили хотя твист отличной сквозной рельсой слил двоих и реально там были шансы уперца вернуть поэтому не респект пингвинам еще тоже надо выразить огромный респект за тот фокус который они показали потому что убить оказаться на респе и в такой тяжелой ситуации и сохранять холодную голову отлично отфокусить потом по итогу персов вот что что фокус в этом матче ну реально идеален почти есть моменты но именно по целям распределение идет чуть ли не безупречно процент попадания тоже великолепен ну особенно от пингвинов там от перцев были косяки на рейде но вот сейчас очень хорошая игра и высокого уровня самое главное приятно смотреть правда зрители хорошо зрители вам то нравится ну 320 человек у нас болеем за свою любимую команду там пингвинов перцев чатик чтобы победили ваши любимые кланы показали наивысшую игру да на 21 еще бой нас ждет а это будет сейчас четвертый раунд который мы посмотрим уже секунды на секунду начало начало есть первые коробки двойные в центре двойные справа уже атака даже от перцев ой от перцев от пингвинов ассертив забирается да промахивается сбил ему пепперс контрол рельсу но в итоге он не погибает остается добивает готика отлично нужно бы еще разобраться с пепперс контролом но там всего лишь один гвп он ничего не сделает но дизи он добьет добьет дизи и останется тут троллить своих противников допустим пепперс контрола не попадает по нему ну помочь бы гвп в этом моменте никого нету из пингвинов они все заняты своим дефом потому что там был форс моды что там добили ну и пока что в финал встречи пришлось ему забрать да не трюк пепперс контрол вынудил его это делать есть готик ддш на малом мосту не прилетает по нему пока фокус к седьмой справляется только с пепперс контролом а вот как справится с готиком пока непосильная задача и не ясно он стоит за домиком и отлично себя чувствует хотя гвп попытался выполнить какой-то невообразимый трюк но немного не пошло ну и финал стежи добивает остается на одну рель забрал дашку в яме кстати у нас замены произошли обратите внимание на готика ддш на смока ну уже правда у него спала но все равно он гвп доберет тот остался на одну смоку остался тут еще и адвайс но адвайс нужно тоже попробовать смотри модерста заходит на нейтре в тот момент когда пепперс атакует малый мост к седьмой остается в дефе к седьмой попадает по форсу ну и модерста ддш на лисса с кемпу убивает плюс там еще фэнсив есть который точно будет хотеть увести флаг а вот готик приезжает на лисп откуда он взялся вообще не ясно сбивает он еще и аптеку забрал все еще живет дает пошелоку сквозная дизи из дефа нет фэнсив продолжает увоз и неплохо то увозит нужно бы его встретить в центре есть броня и дд нельзя отдавать модерста отлично отыгрывать с кемпы противника в это время подбирать ггвп флаг нужно не ехать афэнсив возврат господи зачем он поехал информация должна была быть боже это такой провал что это сейчас как ггвп семьем живет вернуть там был дд пепперс контрол еще вставил дашь на флаге он прорвался заехал в тылы но афэнсив тут явно ошибся или ему не сказали в конфе что остановись за ним же был дизи за ним был дизи да за ним ехал но я не понял почему ему не сказали да то что на базе игрок потому что там был как минимум пепперс как минимум готик это я двоих игроков видел вот и все то есть почему не сказали final stage кстати подбирает флаг увозит получат на одну рельсу нужно готика сливать отличной рельсой добивает отправлять на рельсу правда не сбивает рельсу ггвп но final stage уходится еще на две рельсы ему все по барабану он просто едет на своем дропе пока перцы отходят от возврата флага и все в принципе это доставка так быстро пока перцы понимали что они просто проиграли флаг и ггвп который остался на одну смоку ой контур у вас просто безупречный от пингвинов конечно ошарашенные перцы вообще ничего не поняли как все произошло ну в целом просто хороший у вас нельзя что-то сказать по поводу у пингвинов такого но ггвп шикарен вот реально второй уже вторую карту в формате лайк отыгрывает просто шикарно да ггвп сегодня мвп прям матча мвп да я на полном серьезе мвп матча этот этот возврат точно уже войдет в анал истории группового этапа мвп под номером 11 ггвп правда в минусе но ему можно он отдыхает в конце концов почему бы и нет странные штуки связанные с двумя этничками мвп я тебе говорю тут что-то неладное сто процентов да форс у нас сегодня зачастую страдает кстати пепперс контролл зашел на сотку на двунном дропе попытается он здесь отыгрывать но нужна ему помощь модеста который тоже на двунном дропе не сбивает рельсу шерлок по нему отстреливается и нужно бы как-то заходить в атаку пока дроп то есть модест будет пытаться это делать на двунном дропе заходят уже отстреливается под эфиром отличная рельса от офенсива еще сливается и нужно бы уходить нужно бы уходить подальше он убивает готика не удерживает релью от дизи и ггвп дальше будет встречать какая рельса от модеста сейчас прилетела между стеночки ох вот это да но ггвп уходит на д д д д д попадает по модеста с вертухи и в итоге ассептиф на может вернуть ассептиф на да нитре врывается офенсив выдает первую вторую и форс еще попадает но и тут уже не будет офенсив то кстати на одну рельсу остается там к седьмой играет с бровки нужно бы помочь нужно бы помочь к седьмому так как он один флаг пингвинов точнее флаг у пингвинов держит ассертив и он в принципе в полном порядке там если с пеппортом ничего не сделает тем более два сбивает очень хорошо рельсы плюс к седьмой на д д с кемперки и передвигается потихоньку на флагшток именно там сейчас будет все происходить потому что выдвигается туда модеста фенсив и пеппортом контрол но не собирается видимо туда ехать а зря зря потому что у нас форма в чате вот почему зря заполняйте ребята пока мы смотрим за этой зарубой у нас осталось 4 минуты до конца этого матча и 4 минуты мы проведем возможно в размене однако пьесам нужна только победа в этом раунде если они хотят за счет выигранных раундов и проигранных побороться за выход из группы я если честно не считал даже не предполагал что такое может быть поэтому если в случае победы пьеса в этом раунде мы обязательно посмотрим кто же выходит из группы с первого места но пока пьесы даже не думают сдаваться очевидно они хотят как минимум нищу в этом матче максимум тоже будет ничья правда модес кстати к слову снова на 2-ном дропе заходит правда теперь сотки есть там еще дашка с вертухи сбивает рельсу по кгвп это есть ассертив нужно бы добить успеет да успевать все таки добить финал стейч хоть и выдал рельсу но готик забрал броню помочь бы тоже смоководу там есть оффенсив оффенсив на пару правда получает рельсу и уже тут ребята все биты хоть и готик неплохо сбивается по кгвп но один пепперс контрол тут ничего не сделает хоть контролит он дроп уже хорошо три минуты три минуты три минуты у нас остается модест снова подбирает броню но постоянно мы видим этого игрока на дашке на нейтре на дд у перцев хотя бы кто-то начал играть и уже атаковать даже модес заходит на данном дропе пытается но сбивает ему рельсу шерлок также там есть оффенсив падает ддшка на кемперке модес естественно заберет также респицы гвп но не успел модес отстреляться с флагом синих стоит к седьмой но просто отличным фокусом отличным фокусом у нас пингвины снова отстреливают всех перцев всех кто заходит с сотки с малого моста с бровки то есть инфа прошла и быстренько туда рельсы полетели не то что у перцев да на флаге дд ой нулёвый гвп заходит а оффенсив едет я бы на месте наверное перцев подменил бы оффенсива сейчас пропало доверие уже к этому парню но у нас полторы минуты также есть дроп на карте в центре шерлок отыгрывает отлично сливает он готика с бровки и теперь нужно ему постараться забрать дроп в центре он это и делает в то время как файнал стейч сбивает ему все таки рельсу не успеет шерлок забрать там коробку брони и коробку дд но модель на фуле на фуле хоть и на на малое количество хп фокусом отлично отрабатывают по кемперке он успеет забрать аптеку да успеет забрать аптеку модель на фуле не сливает правда смоку отлично и давай снова показывать себя на этой пушке и снова даже показывает ну и тут модель что заберут минута остается на самом-то деле скорее всего этот матч раунд закончится скорее всего либо ничьей либо победой пингвинов ну и за минуту даже за 50 секунд на борде два флага точно не поставить ну а при должном фокусе и размен то не выиграть и не закончить вообще мы все знаем размены на борде и как они долго длятся фэперс контрол конечно же на своем флагштоке адвайс там ддш на стоит адвайс на ддшке явно не позволит проехать к своему флагоносцу ни одному викингу и харьку а фэнси там тем более катают он забрал дд но за это поплатился с литым и ушел на рез в итоге пингвины побеждают и выходят с первого места из группы перцы же довольствуются вторым местом ну в целом главное что мы посмотрели хорошую игру да ну мне уже понравилась игра пингвинов после первого раунда я в принципе как и говорил что не фавориты в этом матче так и подтвердилась вот отлично сыгранный раунд первый на редалерте второй третий на борде ну и соответственно четвертый но вот перцы поздно похватились только во втором раунде модес начал как-то там собирать дропы и отыгрывать за красных и в принципе во втором раунде он уже вошел во вкус получилось у него ввести флаг ну и в итоге мы видим счет 2-0 а у с Продолжение следует...